21 июня в Дербенской музыкальной школе номер 2 состоялось открытие мемориальной доски легендарному композитору Эльзии Ибрагимовой, в котором приняли участие представители администрации, общественных организаций, учреждений и культуры, творческая интеллигенция, студенты, учащиеся школы. Открывая торжественное мероприятие, главный специалист управления культурой, спорта, молодежной политики и туризма администрации города, Гульпери Мирзабылаева рассказала об основных вихах жизненного творческого пути Эльзы Ибрагимовой. Выступивший на церемонии открытия заместитель главы администрации городского округа города Дербент Мехтиалиев подчеркнул, что огромный вклад, который Эльза Ибрагимова внесла в музыкальную культуру Дагестана и Азербайджана, получил достойную оценку. В детской музыкальной школе номер 2 было присвоено имя Эльзы Ибрагимовой, величайший композитор. Эльза Ибрагимовна уже сказала, что сотни произведений были написаны. Рашид Бейбутов исполнял ее песни. Ляма Гулиева, Шаркет Олег Первого. Это великие исполнители Азербайджана. И нам очень приятно, что наша землячка написала десятки, десятки, сотни песен на лизгинском, на русском, на азербайджанском языках. Я думаю, что Эльза Ибрагимова своим творчеством вписала золотыми буквами историю, историю Дербента, Дагестана, Азербайджана. И это самое малое, что мы можем сделать в дань уважения к великому композитору. Все выступающие отметили, что Эльза Ибрагимова без малого полвека посвятила музыке, которая вдохновляет слушателей по сей день, затрагивая в них самые тонкие струны. В честь юбилея этого талантливейшего композитора, заслуженного работника, народного артиста Республики Азербайджан и Республики Дагестан администрация Лизгинского театра преподнесла этот скромный подарок. Спасибо. Эльза Ибрагимова – одна из талантливейших личностей целой эпохи, которая покорно служила искусству, работая на благо азербайджанского народа, но при этом не забывая свой родной лизгинский народ. Эльза Ибрагимова – это первый профессиональный, как сказала Эльбрия Шабановна, композитор-горянка. Это единственная женщина на Кавказе, которая сочинила оперу. Ею было написано две оперы. Это опера «Афет» и опера «Горящие колыбели». Это два профессиональных, масштабных произведения современной музыки Азербайджана. Ею была начата третья опера «Имам Шамиль», но, к сожалению, закончить она ее не успела. Эльза Ибрагимова – это композитор от Бога. Она самый настоящий дар всем нам, потому что многие из нас выросли на ее песнях, на ее музыке, сами того не подозревая. Сегодня очень знаменательный день для нашей школы. Действительно, нам, это большая честь, что нас назвали именем этого великого композитора. Много сказали о ней. Действительно, это талантливейший композитор. Композитор душа, который в песне отразилась во всем. Правильно говорят, о композиторах часто забывают, а исполнители остаются. И нам очень приятно, что это имя увековечено. Ее имени, мы знаем, названы четыре улицы в Азербайджане, улица в Ахта, и теперь наша школа тоже названа его именем. Спасибо огромной администрации города. Огромное спасибо всем. И я очень хотела бы выступить с таким небольшим предложением, что по мере возможности, может, администрация города, или наши меценаты, Министерство культуры учредило стипендию, может быть, имени Эльзы Ипрагимовой, если получится, чтобы ею могли мы награждать наших самых лучших учащихся. На ее музыке выросли и духовно сформировались несколько поколений дагестанцев и азербайджанцев. Право открыть мемориальную доску было предоставлено заместителю главы администрации городского округа города Дербент Мехти Алиеву и директора Государственного лесгинского музыкального театра имени Сулеймана Сальского Динария Еминовой. Продолжил торжество оркестр народных инструментов Дербентского музыкального училища, исполнивший произведения Эльзы Ипрагимовой. Песни, созданные ею, были исполнены артисткой Государственного азербайджанского драматического театра Севдой Бибалаевой и студентами музыкального училища. Завершилось мероприятие возложением цветов к мемориальной доске.